Скажите, было ли у вас так в школе, что вас клеймили? Либо мы, по мнению учителей и родителей, были технарями, если преуспевали в математике и точных науках, либо гуманитариями, если достигали большего успеха в языках, литературе и истории. Дело в том, что когда-то давно ученые утверждали, что существует так называемая карта мозга. И если ей верить, то чем лучше у человека развит, отвечающий за конкретные способности участок мозга, тем эффективнее этот дар. Кто-то считал, что важную роль играет и генетическая предрасположенность к тем или иным способностям. В быту до сих пор принято делить детей или взрослых на определенные группы. Несмотря на то, что родители предпочитали, чтобы мы успевали, и там, и там наше клеймо нас нередко ограничивало в возможности быть успешным в предметах, что, по мнению других, не для наших мозгов. Но потом проходит время, мы вырастаем и понимаем, что даже если ты программист, иностранные языки тебе бы не помешали. А если ты психолог, то в твоей работе все равно будет статистика и мат-методы. И как тогда быть дизайнеру интерьера, который не только должен быть креативным и создавать крутые интерьерные решения, но еще и знать, как правильно спроектировать комнату. Где что расставить так, чтобы было эргономично. А все эти шуточки о гуманитарном складе ума или бесчувственных и непонимающих юморотехнарях продолжаются и по сей день. Хотя в глубине души мы и стали понимать, что на самом деле человек не ограничен чем-то одним. А знания даже в повседневной жизни нужны и те, и другие. Считать деньги на кассе в магазине должны уметь все. А объясняться на иностранном языке где-нибудь на заграничном пляже тоже уже не является чем-то диковинным. Давайте-ка немножко поковыряемся в известных личностях. Конечно, среди них были такие, кто может похвастаться талантом не только в одной сфере. Михаил Васильевич Ломоносов, хоть и был физиком и химиком, он также писал оды и стихи, которые студенты-филологи изучают и по сей день. А Льюис Кэролл, автор знаменитой сказки «Алиса в стране чудес», по которой были сняты фильмы и созданы мультфильмы, был вообще-то профессором логики в университете. Ну и давайте будем откровенны, что в настоящее время прошли те времена, когда люди выбирали одну профессию и на всю жизнь. Сейчас все больше людей предпочитают менять свою деятельность каждые 5-10 лет, что абсолютно нормально. А по мнению психологов еще и правильно. Во-первых, так не надоедает одна работа или профессия. А во-вторых, дело своей жизни можно найти только пробуя новое снова и снова. К тому же, современные профессии стали сочетать в себя сразу же несколько сфер. И для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги на своем любимом деле, необходимо обладать знаниями и в области маркетинга, чтобы суметь грамотно преподать себя и свои услуги. Психологии, чтобы знать, как общаться с людьми. Тайм-менеджмента, чтобы правильно распределять свое время. Креативного и стратегического мышления, чтобы уметь быстро и четко решать возникающие проблемы. И на самом деле, если бы в детстве нам не толдычили о том, что мы способны только что-то одно, рано или поздно мы бы добились успехов и в других областях. Учеными Стэнфордского университета даже был проведен эксперимент и доказано, что дети при продолжительных попытках рано или поздно достигают успехов в любой сфере деятельности. Наш мозг нейропластичен, а значит, он в состоянии накачаться, как мышца. Так что, ограничивая ребенка в убеждениях касательно его способностей, мы наносим ему вред, сами того не осознавая. Из-за большого количества мифов касательно физиков и лириков, дети, еще учась в школе, предопределяют себе будущее на основе этих самых домыслов. Например, бытует мнение, что технарям проще найти работу, что их профессии более узки и востребованы. Что же в таком случае должен думать ребенок, который явный гуманитарий по мнению своих родителей и учителей? Неужели теперь и остается только что работать за кассой Макдональдса? Но опять тут же возвращаемся к математическому складу ума, где нужно уметь считать денежки. Давайте-ка дружно развеем этот миф. Гуманитариев начали гораздо чаще привлекать в крупные технологические компании. Forbes даже был заголовок. Кремниевую долину захватывают гуманитарии. Моду на найм гуманитариев в свое время ввел еще Стив Джобс. Программисты разрабатывают технические решения для девайсов, которые должны быть понятны и удобны обычному человеку. А добиться этого без участия людей с гуманитарным образованием, которые адаптируют продукт и помогают его продвигать, нереально. Еще один миф, который крутится вокруг истории с технарями и гуманитариями, что первые становятся более успешными руководителями, потому что обладают критическим мышлением, способны использовать логику, стратегии и рациональное мышление при возникновении проблем. Ну а куда же девать те факты, что успешного руководителя таковым делает также и умение общаться с людьми, открытость, способность понимать, вызывать доверие, креативность, позволяющая приходить к решениям сложных проблем. Необычными и эффективными способами. Педагоги утверждают, что важно правильно понять и оценить склонности к техническим и нетехническим наукам у ребенка. Речь идет не только о навыках умножать и делить, но и способностях к анализу, сравниванию, принятию решений. Не только об умении разбирать произведения и рассказывать наизусть сонеты Шекспира, но и к способностям посочувствовать другому человеку, поддержать его. Чаще всего школьников относят к технарям, когда они показывают себя в умении сразу выдавать решения задач. На самом деле, у ребенка к этому может быть склонность, просто потому, что родители его чаще этому учили. Скажем так, натаскивая на решение каких-нибудь задачек. Ну и конечно, начиная школу, ребенку проще справляться с тем, что он уже делал. Ну и если разобраться, то отличие людей с техническими или гуманитарными способностями вовсе не в том, что они могут делать с рождения, а в том, какая деятельность им дается легче, какая им приносит больше радости и ближе. Ну а кто-то из нас просто оправдывает свою лень, прикрываясь тем, что ну я там гуманитарий, и мне мол не даны ваши все эти технические штучки. Но сама фраза «не дано» чаще всего означает всего лишь не было желания потратить силы и время. Сейчас, если вы вспомните себя за школьной партой, вы наверняка согласитесь с тем, что математика вам не давалась не от того, что у вас к ней якобы нет способностей, а от того, что вам кто-то сказал, что вы не математик или не технарь. Ну и конечно, больше у вас не было стимула пытаться. Если ваш ребенок испытывает трудности во время заучивания стихотворения, не стоит снимать с него ответственность. Говоря, что он не гуманитарий, нужно стараться и пробовать. И у него все получится. Еще лучше, чем у одноклассников. Ну а наше время показывает, что на первый план все больше выходит всестороннее развитие. А значит прокачивать себя необходимо во всех сферах. Ведь быть технарем – это по сути уметь анализировать, логически мыслить, прорабатывать стратегии и принимать решения. А разве такие навыки нужны только в технических профессиях? А быть гуманитарием – это еще и сопереживать, уметь общаться с людьми, развивать креативность и мыслить нестандартно. Разве это нужно только в гуманитарных специальностях? Нет. Все это необходимо каждому человеку, независимо от того, какую профессию он выберет. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк.